Зерно, древесина, металл и уголь, промышленная химия и нефть. Стратегические продукты, быстрая и качественная транспортировка которых имеет для страны первостепенное значение. Железнодорожные перевозки – самый выгодный и надежный способ доставки грузов. А одним из важнейших элементов таких перевозок были и остаются вагоны. Заблуждается тот, кто считает железнодорожный вагон простейшим устройством. Современный железнодорожный вагон – это симбиоз передовых инженерных решений и технологий. Например, ходовая часть этого зерновоза включает в себя около 400 элементов, а в кузове этих элементов около 2000. В 2012 году в России был создан железнодорожный холдинг «Объединенная вагонная компания». Основой развития нового отраслевого игрока стали инвестиции в собственное производство и научные разработки. ОВК и ее производственный комплекс, построенный в Тихвине, вышла в национальные лидеры инновационного вагоностроения и считается одним из крупнейших производителей вагонов в Европе. Сегодня мы расскажем, как производят и испытывают современные вагоны. Узнаем, что нужно в первую очередь для того, чтобы вывести предприятия в лидеры рынка и сделать это в рекордные сроки. Тихвинский вагоностроительный завод начинается с ведущей к предприятию новой дороги. Мы въезжаем на территорию развивающегося вагоностроительного кластера, построенного на месте бывшего филиала Кировского завода. В начале века советский промышленный гигант прекратил свое существование, а на его месте выросли новые цеха. Мы с вами находимся на участке флагманной резки листового металлопроказа. Линия поперечной резки разматывает рулон и нарезает стальные листы. Из них на соседнем участке краят детали будущих вагонов. Все процессы автоматизированы. Заготовки отправляют на участок гибки. Работу в цехах обеспечивают более 20 автоматизированных линий и около сотни промышленных роботов. На заводе внедрены передовые технологии и культура мирового вагона и автомобилестроения. На участке сварки тоже работают роботы. Работу сборочно-сварочного производства на заводе курирует Сергей Дмитрух. Это готовые стены полувагона, сваренные в автоматизированной станции. Роботы выполняют сварку данной стены всего за 40 минут. Если бы эту работу выполняли люди, потребовалось бы 2-3 часа. А это уже собранные кузова грузовых вагонов. Теперь кузов зачистят, покрасят, нанесут дату изготовления и сроки ремонта, номер вагона и логотип заказчика. Алексей Соколов, доктор технических наук в холдинге, отвечает за развитие научной базы, стержнем которой стал научно-исследовательский центр транспортных технологий в Санкт-Петербурге. При разработке инновационных конструкций вагонов мы огромное внимание уделяем предварительному проектированию. То есть оценки компьютерному моделированию вагонов, как они себя поведут в эксплуатации под нагрузками нормативными, сверхнормативными, ударными нагрузками. Стенки грузового вагона должны быть прочными, устойчивыми к ударам и внутреннему давлению. Вагон спускается с горки, ударяется в другой вагон, груз давит на стенку. Стенка, вот видите, она находится в напряженном состоянии. Проектирование, моделирование, изучение поведения материалов, деталей и конструкций в процессе нагрузок. КБОВК – это ведущие специалисты Санкт-Петербургской, Алтайской, Уральской и Украинской инжиниринговых школ. Результат их работы – низкая стоимость жизненного цикла вагона. Здесь же, в Тихвине, работает независимый испытательный центр железнодорожной техники. Он напоминает полигон для проведения краш-тестов автомобилей. Опытные образцы вагонов и детали конструкций проходят испытания на подтверждение заявленным техническим характеристикам. Это стенд испытания пружин на усталость. В данный момент в нем испытываются пружины производства «Ежевска». Пружины при таких нагрузках должны отстоять базу 10 миллионов циклов. На этом стенде сейчас испытывают надежность новой технологии сварного шва. Уникальный 3D-стенд имитирует нагрузку во всех плоскостях. Такие испытания могут длиться неделями. Первые инвестиции были вне окра в создание нового продукта специально для российского рынка. Уже затем более миллиарда долларов было изложено в строительство литейного производства и вагоностроительного производства, которое способно сделать такие вагоны. Дмитрий Бавыкин уверен, секрет успеха в том, что на начальном этапе создания объединенной вагонной компании ставка была сделана на инновационность. Учли недостатки и заимствовали лучшие практики как у нас в стране, так и у мировых железнодорожных лидеров. Высокое качество продукции и низкая себестоимость позволяет нам достаточно уверенно чувствовать себя за рубежом. У нас уже есть подписанный контракт на поставку крупного вагона в Литья и пружин в Соединенных Штатах Америки. Мы возвращаемся на Тихвинский вагоностроительный завод. Изучим процесс создания самой сложной и высокотехнологичной части вагона – тележки. На заводе есть собственный литейный цех. Здесь готовят формы, в которых из стали будут отливать детали тележки. Сейчас это боковая рама. Заливка происходит на заливочной линии. Ковш мостовым краном устанавливают в заливочное устройство. И заливочное устройство, уже перемещаясь по заливочной линии, производит заливку формы. Этот манипулятор на заводе называют «Годзиллой». Он извлекает из формы литые заготовки. Остывающее литье подвешивается на конвейер, а затем будущие рамы вагонной тележке поступают в зону механической обработки. Здесь машины с числовым программным управлением удаляют излишки металла. Но готовой деталь будет считаться только после того, как пройдет контроль ОТК. Визуальный, магнитопорошковый и ультразвуковое. Мы же отправляемся на линию к изотермической закалке высокопрочного чугуна. Сейчас мы находимся на крупносерийном производстве деталей из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой. В Тихвине оно запущено в рамках программы импортозамещения. Впервые в России здесь изготавливают ключевые износостойкие элементы тележки, которые обеспечивают ее пробег в 1 миллион километров. Такого показателя нет ни у одного из производителей вагонов в СНГ. Вот так вот, вверх, 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 до закалки. Более прочный, износостойкий, более надежный при эксплуатации тележек грузового вагона. Партия деталей из чугуна загружается в высокотемпературную печь. В США и Европе закаленный высокопрочный чугун выделен в отдельную группу с самым высоким показателем прочности на разрыв. Прошедший изотермическую закалку материал совмещает прочность стали и износостойкость чугуна. А вот она наша деталь. Сколько времени ушло на закалку? Семь часов. Евгений Рулев знакомит нас с производством колесных пар. Сама по себе линия уникальна. В России, да и во всем мире таких линий сейчас нет. Две, говорят, монтируются. Одна в Бразилии вроде, одна в Австралии. На этом этапе полностью автоматизированная линия ведет механическую обработку осей. А на следующем участке в работу идут железнодорожные колеса. В данный момент сейчас что происходит? Запрессовка колеса на ось. Линия работает как ювелир, говорит Евгений. Подгоняет каждое колесо под ось, как оправу под бриллиант. Точность микронная. Идеальное соединение колеса с осью обеспечивает гарантированную работоспособность этого узла в течение не менее чем 15 лет. Отклонение от эталонных параметров, заложенных в программу, линия фиксирует автоматически и онлайн передает на мониторы лаборатории контроля качества. Так контроль мгновенный, человеческий фактор полностью исключен. Вот это самое замечательное. И так на каждом этапе линия. И так на каждом этапе линия. Теперь колесная пара проходит окончательную приемку качества, регистрируется, маркируется и заносится в базу. Колесные пары, в принципе, все здесь на выходе окрашены. Далее здесь происходит у нас подальше разгрузка. И передача колесных пар уже непосредственно на сборочную линию. В год на заводе способны производить 65 тысяч колесных пар. Готовые колесные пары поступают на участок сборки тележек. Собирают их вот на таких стендах. Собранный каркас тележки устанавливают на две колесные пары. Маркируют, взвешивают и красят. Высокотехнологичная проработка, глубокая проработка позволяет нам делать сегодня лучший подвижной состав. Это я говорю с гордостью. Особенно говорю с гордостью про нашу тележку. Больше грузоподъемности. Соответственно, высшие эксплуатационные свойства. Больше межремонтный пробег. Какой объем сегодня производства? Мы за 4 года упорного труда достигли проектной мощности, которая сегодня составляет 18 тысяч вагонов в год. У нас, кстати, сегодня работает 8 тысяч сотрудников на предприятиях. И для нас это очень важный показатель. Кузов грузового вагона устанавливают на тележке. Инновационный вагон готов. По результатам практической эксплуатации, Тихвинский вагон показал себя значительно эффективнее, чем типовые модели советских конструкций. Например, при транспортировке угля в составе из 60 грузовых вагонов нового поколения можно перевести до 400 тонн больше. А если в таких вагонах перевозить зерновые грузы, то для 50 тысяч тонн зерна потребуется отправить на целый состав вагонов меньше. По оценкам экспертов, общий эффект для экономики страны от массового внедрения инновационных вагонов составит до 150 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова